Вот ручка на себя, а толку никакого, ручка на себя, толку никакого! Аааа, мы все умрем! Если вы свалились в глубокую спираль, то первое все нужно делать, убрать первую причину, а это крен. Это строго! Ручка влево, и никаких проблем, поднять нос, бросить скорость. Ну вот, наконец-то у меня начало что-то получаться, да, Игорь? Ну да, очень, вроде как, неплохо. Если, друзья, студент летает хорошо, то награда точно должна найти героя. Из ошибок, которые были у Виталика яркие, допускал часто очень избыточный крен. То есть, новичковый крен это 30 градусов, он сначала лихачивал там 40, а потом вообще начал 45-50. И это первая критичная ошибка, наверное, потому что к чему может привести избыточный крен? Очень просто, вот, например, смотрите, мы стоим в развороте, да, и в развороте, в развороте начинает крен увеличиваться. Ну, там парит, например, ученик парит, вот парит, 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 крен растет, 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 больше, 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 больше. А он парит, 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 парит. И вдруг Ваня начинает уже так опускать нос, разгоняться, начинает нарастать скорость. Ну, все же мы знаем, что скорость как? Ручку на себя, а вот он дает ручку на себя, я даю, а толку никакого. Вот ручка на себя, а толку никакого. Ручка на себя, толку никакого. Ааа, мы все умрем Катастрофа Ручка влево И никаких проблем поднять нос, бросить скорость Проблема, что на больших кренах На себя ручка не поднимает нос планера Она просто работает, грубо говоря Стабилизатор работает уже как руль направления Я заведу планеру в достаточно глубокую спираль И вот мы вращаемся так же Вот они, вращаемся, вращаемся И теперь смотрите Если я правую педаль дам Нос опустится вниз Левую педаль дам, нос поднимется вверх Если вы свалились в глубокую спираль То первое, что нужно делать, убрать первую причину А это крен Вот избыточный, нечаянный разворот Вот начали И вдруг вот это понеслось Ааа, скорость растет Нос опустился, скорость растет Ааа, кажется, может вдруг это штопор Ааа Это никакой не штопор И ручка не выводится Крен надо убрать Убрать крен, первопричина Все И вот все это вышло Не рекомендую сразу летать Большими кренами Я сам нарвался на такую ситуацию Когда учился в Пахомово Я парил на бланике Но я же парапланирист Я там конь-огонь Все могу Конечно, на бланике Там поуже Покруче и так далее Я попал вот в эту ситуацию Я причем про нее не читал даже Я попал Меня закрутило То есть я смотрю Какой крен огромный Все Понимаю, что это не штопор Потому что я смотрю на скорость Она там 140 Понимаю, что не бывает такого Ну не понимаю, что делать Я же ручку на себя тяну Я же тяну ручку А ничего не получается Ну и тогда я убрал крен Как только я убрал крен Все прекратилось Одна сторона обучения по разворотам Это вот избыточный крен Который может привести К возникновению вот этой вот спирали И вторая это штопор Ну штопор это банально Штопор тебе покажу Чуть нормальный обычный Вот я сбрасываю скорость Сбрасываю, 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 сбрасываю Сбрасываю Вот он начинает трястись И я даю ногу сильно Ты наверное очень хорошо кушаешь, да? Сколько ты весишь? 105 105? Все, без шансов нормальный штопор покрутить Передняя центровка Поэтому штопора не будет Будет только сваливание Не хочется в манер вращаться Я сейчас попробую, конечно Так что Получается я Да, у тебя У тебя штопор Вот это вот Как, во-первых Пузо считается Противоштопорный упор Чтоб ручка туда упиралась Слишком сильно не взять А второе Хе-хе-хе Тебе чуть жирнее Тебе безопаснее Ну Я бы так прям Мне это не говорил Но Так Вернемся Давай я тебе покажу Со спирали То есть Раз ты спросил Что в спирали может быть Ну вот Первое я тебе показал Когда планер сваливается В глубокую спираль А теперь второе Ну попробуем Мы потеряли 300 метров Да Ерунда все это Я попробую тебе его свалить Вот Именно с виража То есть Очень сложно То есть Мне вот чтобы свалить этот планер Мне нужно дать правую ногу Создать скольжение Но при этом Дача правой ногой Вот в спирали Она приводит немножко К опусканию носа И планер не хочет С тобой Не очень худеньким Сваливаться Сейчас полностью дал ногу Видишь он нос опускает И все Все Нет Так что на передней центровке Поймать Ну подожди А если динамично Если Вот идем в спирали Если я заброшу нос Друзья Вы видите Все прям Весь у нас эксперимент Я сам удивлен Что я не могу Я инструктор не может Я сейчас задеру нос Вот так вот Нагло И сразу Ногласили Ни хрена Худеть вам надо Барин Все Испортил ролик нам Друзья Не могу Не могу свалить То есть Вот Остается фактор В спирали не могу На прямой Ну давай Теперь виток Сейчас только Смотрим в дизу Чтоб никого не было А то не дай бог Кто-то прилетит под нас Ровно В середине Между двух городов Давай еще сам пушку Может уже Если на то пошло Петлю ты хочешь? Петлю То есть ты считаешь Что ты отличник И ты заслужил петлю Да Вообще инструктор Решает отличник Но он на самом деле Отличник Он старался много Вчера Представляете На четвертый день полетов Просидел в воздухе Восемь с половиной часов Я уже говорю Кушать хочется Нет Я хочу еще Я хочу еще Ну вот Что сделать с отличником Так Давай стопор тогда И потом петлю тебе сделаю Значит смотри Еще раз Вот теряем скорость Я попробую виток Его продержать Вряд ли получится Вот Потерял скорость Ручка на упоре И да Блин Уже не получится Нос он начал сам опускать Вот как это Как безопасно Когда передняя центровка Все Вот И теперь я Со всей силы ногу Вот Не хочет Не хочет Не хочет Нос валился И смотри И не хочет Вращаться не хочет При полностью дате Датой педали Вращение не получилось Друзья Педаль была на упоре И ручка на упоре И никакого вращения То есть Свалился А закрутился Не закрутился При этом в ролике Про штопора Впереди сидел пилот С весом 75 килограмм И мы с ним Прекрасно все крутили Я обязательно Вставлю кусочек Из этого ролика Чтобы вы поняли Как это выглядит Меньше Меньше Ручка на упоре И даю правую ногу И жду Вот планер Раскрутило Раскрутило Крутит Вот его вращает Ручка в нейтраль Ну видите Как лихо получилось А вот сейчас Я реально Стопор не могу сделать Я сваливание делаю То есть он валится А вот закрутилось Чтобы это все Не получается Ну Вот на этой оптимистичной ноте Наверное Надо наградить героя Ученика Бонусом Так Ну что Бонусом у нас будет петля Ну с петлей Вообще все элементарно Мы должны разогнаться До скорости 200 Ну 10 20 Там Вот так вот Полочка И потом просто Ручка на себя 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 И на себя До упора Вот мы провернулись Невесомости не было Это хорошо И продолжаю держать Ручку на себя Сейчас чуть-чуть Ее приотпускаю Чтобы перегрузки Не было большой На выходе И вот опять 210 И еще одна петля И ручка До упора Я стараюсь Эту самую Перегрузку Обеспечивать Равномерную Чтоб не было ее В какой-то момент Избыточной А в какой-то момент Маленькой И все Ну что Ты счастлив дружишь Нравится быть отличником Друзья Учитесь хорошо И вы получите Не только пятерки Но и Что-нибудь такое Вкусненькое На закуску Все Хватит Шоу 600 метров Мы, друзья На весь этот тракцион Разменяли И ничего Здесь у нас стоит Волна атмосферная И мы в ней замечательная Сейчас еще раз наберем Давай, давай, давай Вправо, вправо, вправо Это отличник Отличником Прекрасно Молодец Вот Умничка Друзья, чтобы пояснить Немножко этот ролик Я попробую вам показать Как правильно выполнять Развороты На планере Буквально быстро Мельком И Почему вообще Возникает эффект Затягивания В глубокую спираль Ну смотрите Чтобы выполнить разворот Я должен переместить Лучку вправо И дать правую педаль Чтобы избежать скольжения Даю Оп Создаю крен необходимый Нейтрально все Все Ручка чуть на себя Чуть против крена И вот планер Стоит в режиме Разворота Все замечательно Красиво Все стабильно Видите Ручку в принципе Не нужно шебуршать Как-то ей там Что-то делать Хотя я могу Допустим Заглубить немножко В крен планер И сделать поположе Вывожу Левую ногу Ручку влево И опять все нейтрально Все Как вы видите Дальше планер Ручку можно бросить Планер летит сам Ручка друзья Это вообще волшебная палочка То есть пока вы ей Работаете Планер Меняет свое положение В пространстве Чтобы зафиксировать Положение В каком-то Нужном вам положении Вы должны Ручку вернуть В нейтраль Это очевидно Если вы будете Держать там Например По крену Просто планер Делает бочку Это понятно А теперь Зачем же это движение Ручкой на себя И против крена Вот сейчас у нас Планер оттримирован 110 км в час Ручка у меня брошена Я поставлю его В режим разворота Я создаю крен Необходимый И Даю ручку Против крена И чуть на себя Но вот я Решаю Что я не буду ее давать Просто отпускаю И вы видите Что планер Опускает нос Начинает разгоняться И переходит на режим Ну где-то 130 км в час Он будет вращаться То есть он увеличил скорость Зачем он увеличил скорость? Для того, чтобы увеличить подъемную силу Чтобы компенсировать Силу тяжести Должна бы сейчас больше быть Потому что на вертикальной осе Ее проекция Вот такая То есть сила подъемная Сейчас так направлена А сила тяжести вот так Поэтому сила подъемная Распределяется на две составляющие Одна продолжает компенсировать силу тяжести А другая вызывает вот этот разворот планера То есть вы когда Там крутите Какую-нибудь гайку Вот так вот на ниточке У вас натяжение нити Разворачивает нить И скорость при этом сейчас больше Потому что за счет скорости Наш планер увеличил подъемную силу Мы летели 110 км в час И теперь если мы хотим Чтобы скорость осталась Мы вводим планер в режим разворота И даем ручку на себя Все И вот у нас остается 110 км в час Потому что мы увеличили угол атаки То есть подъемная сила Сейчас увеличилась не за счет скорости Она в 1,44 раза больше Сейчас действует перегрузка На меня-то и ладно Я 90 вешу Маленькая перегрузка А вот на ученика Который 110 Большая 104 Большая перегрузка Перегрузка одна и та же 1,44 просто Я вешу там всего лишь на Там 40 кг больше А он на 50 например Вот Ну это понятно Это будут шутки все сейчас Итак с ручкой на себя понятно А теперь почему ручка против крена Ну посмотрите Вот мы сейчас стоим в спирали И вот это крыло Летит медленнее Чем вот это крыло Надеюсь вы согласны Потому что Точка вокруг которой мы вращаемся Она Ну радиус спирали Сейчас у нас наверное Наверное метров 100 Наверное 80 И вот мы вращаемся Вокруг какой-то точки И в этом случае Вот крыло На которое сейчас смотрит камера Оно летает медленно И соответственно Оно пытается Опуститься Вот так вот А крыло Которое летает с большей скоростью Пытается подняться Все логично Чем больше скорость Тем больше подъемная сила И вот как раз это Чтобы этого не происходило Приходится давать ручку Чуть-чуть против крена И теперь смотрим ситуацию С вот этой вот глубокой спиралью Если вдруг Ученик решает Сделать крен побольше И забывает про то Что нужно ручку давать Против крена Вот смотрите Крен нарастает И вот дальше Эта тенденция Все усугубляется На себя даю Вот Вот на себя даю А против крена Не даю О кстати классный Я придумал пальцем давить Смотрите Крен нарастает Нарастает Ручку я беру на себя Чтоб скорость не росла Скорость пытается расти Я ручку еще беру на себя Еще беру на себя Еще беру на себя Потому что чем больше крен Тем больше угол атаки нужен Или скорость больше Еще Еще все равно начинает расти скорость смотрите какой уже крен крен уже вообще огонь стоите ужас все нарастает 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 эти папа уже крен больше 45 скорость растет при этом ручка при этом на себя дана о о как все вот ужас все свистит и ручка вниз не вытягиваю ага и вот одним пальцем я там пытаюсь вытянуть даю уже 200 я ручку на себя толку никакого и вот единственный толк смотрите крен убрать и все и все мы летим нормально первый вопрос который мне задал виталий когда ко мне приехал говорит игоря что будет если крен будет слишком большой что же случится я как-то подумал ночью за чего делать большой слишком а вот видите зачем делать ученика же мысление каналами управления какой-то то есть ты там крен создал потом спираль то есть в этом всем всем достаточно легко запутаться и вы привыкли что вы там поднять нос ручку на себя и вот вы сделали вот это вот состояние когда крен огромный вот у вас летает планер вот он летает по спирали летает и вы в какой-то момент просто ну задумались ну типа ой а что там поток а как там а где там а зачем там и вот чуть-чуть задумались и вдруг планер вдруг начинает разгоняться вот он начинает выдумывать я журочку даю на себя вот она вот ручка то у меня на себя почему нос не поднимается вы повыше удивление почему а про крен вы забыли ну понятно что крен большой но вот это некое шоковое состояние при час действует перегрузка сейчас где-то двоечка сколько там как ты чувствуешь перегрузку до перегрузка зависит от крена в котором летит планер в устойчивом состоянии то есть спираль устойчивая то при 45 градусов это 14 перегрузка если 60 градусов это уже 2 перегрузка если там 70 градусов не помню но больше стремительно после 60 очень стремительно растает то есть не при небольшом крене перегрузка медленно нарастает 45 после 45 начинает стремительно нарастать формула можете посчитать посмотреть важно понимать что из от перегрузки зависит минимальная скорость полета планера то есть при горизонтальном полете это 80 км в час в нашем случае при 45 градусов это корень из перегрузки 14 там 19 процентов больше при 60 градусов перегрузка 2 в корень из 2 1 и 4 то есть уже на 40 процентов скорость больше ну а при 90 вы можете понять что уже сколько вы там бесконечная перегрузка то есть планер на ножа не летает при 60 градусов вы уже там на 100 километров в час не сможете летать физически крен с креном 60 если у вас планер не сможет лететь он сравится поэтому скорость заведомо будет больше а при 70 80 градусов это там уже 150 180 200 будет скорость и перегрузка будет очень большая сильная выматывающая и важно понимать что если вы вдруг случайно там вышли на вот эти вот большие упор 60 используют ну крайне редко если какой-то поток очень узкий там нужно на ноже там закрутить планер там чтоб он устойчивый в этом потоке стоял может быть но 70 тоже глупость какую-нибудь 70 использовать а в 70 вы можете попасть нечаянно там крутите там 45 крутили потом 50 60 70 и у вас планер вы уже ручкой ничёски не сделайте на себя только убрать крен как только убирать крен все уже тогда легче восстановить в этот равновесие и лететь нормально чтобы убрать крен у нас есть лироны ручку против крена все и все и никаких проблем поэтому из этого ролика просто сложным фактически сделайте просто один тот же вывод что вы контролируете положение планера в пространстве и вы в силах менять это положение то есть если вы попали в непонятное положение постарайтесь вернуть планер к нормальному режиму полета то есть как бы вот такому крылья параллельной земле слишком большой крен уберите крен и потом сможете убрать скорость не надо все сразу и крены скорость просто хотя бы крен убрать набираем плотненько полтора метра и сроки так клаус крутит с каким креном этот поток вот эти болты не видите параллельно горизонту диагональная это вот признак 45 градусов только что друзья мы крутили спирали с креном градусов 60 там клаус брал поток такой что ух сейчас учителем к вам солюмана он пилотирует я вспомнил что в ролике про глубокую спираль как-то не сакцентировал наверное внимание о основной опасности этой глубокой спирали вот в чем вот сама вот весь весь этот ужас а весь ужас том что скорость стремительно нарастает то есть вы просто тут не успеваете как скорость там была такая там не знаю 150 вдруг она уже 180 200 250 выходит за пределы ограничения планера и дальше плане разваливается или флаттер или там ручку дерните крылья отвалится опаснейшая штука друзья и вот тут очень хорошо что это упражнение есть в учебном курсе нужно просто один раз это почувствовать чтобы понять что первое что нужно сделать при глубокой спирали вообще при вот этом вот положении планера в крене с опущенным носом вниз нужно убрать крен но если это конечно не стопор но стопор настолько ярко вращает планер в стопоре что вы не ошибетесь поэтому нужно просто покрутиться в стопоре и нужно просто попробовать глубокую спираль тогда вы сможете отличить одно от другого вот эту разницу что ли почувствовать ее осознавать что глубокая спираль это большой крен нарастание скорости и скорость видно на индикаторе при штопоре нету такой скорости потому что при штопоре планер вращается это такой вот крылья как пропеллер гигантские работают и вращение достаточно энергично интенсивная но скорость воздушно не нарастает падает так вот мордой вниз но воздушная скорость не растет вот это гигантское сопротивление при штопоре образующиеся на крыле она жрет всю энергию от вот этого падения вниз а при глубокой спирали сопротивления практически нет вы просто пули такой развернувшись мордой землю шуршуйте вниз и это длится очень недолго принципе при нарастании скорости существует возможность выпустить воздушные тормоза но вам нужно понимать что при этом ваш планер это выдерживает руководство полетной эксплуатации он подразумевает выпуск воздушных тормозов до полной скорости там и второй момент что при выпущенных тормозах там существует ограничение по перегрузке то есть если сейчас мы там на плане там на пикирование можем жахнуть пятикратную перегрузку то с выпущенными воздушными тормозами все меняется то есть это уже конкретно чтоб сейчас в ролике никому ничего не советует дурацкого я советую почитать реле и уже исходя из возможности своего планера там иметь такой вот в голове мысль что нужно может быть можно там выпустить интерцепторы планер там открытого класса с размахом 26 метров не будет 4dm уходит за пределы эксплуатационных ограничений через 7 секунд началось дальше 7 секунд и все отвалились крылья этому тем более способствует позитивное положение закрылков на плюс когда они отклонены вниз на выпаривание планерах открытого класса если закрылок стоит на плюс и вон срывается то написано даже в инструкции по эксплуатации что нужно сначала переставить закрылок а потом выводить из штопора то есть понимаете насколько сложно пилоту который привык на любую проблему реагирует ручку от себя вот там планет сорвался он там вроде как надо ручку от себя нужно сначала закрылок потом ручку от себя и было несколько катастроф с планером вот как раз могу я вам говорил нибудь 4dm на таком планере погиб мой друг игорь авдеев не взлетали с василием обуховым с и дроидрома винон на высоте 700 метров свалились то ли в штопор то ли вот такую же глубокую спираль у них отвалились крылья и оба погибли игоря я учил летать на параплане я с ним знакомым там много-много лет был я жил у него в доме в анси приезжал с группой парапланеристов он меня звал полетать на этом плане он сказал что игорь я купил планер так вот все это закончилось поэтому надо очень серьезно относиться к этому режиму глубокой спирали штопор планеризме обязательное в учебной программе то есть это нужно брать и отрабатывать это обязательно без этого дальше летать нельзя нормально то есть можно там трижды осторожничать но когда-нибудь что-то пойдет не так это может закончиться печально поэтому если вдруг по какой-то причине вам не дали штопор и вы не отрабатывали спирали с большим кленом 60 градусов то пожалуйста сделайте это это мой вам добрый придобрый придобрый совет я верю что вы будете послушными учениками все прекрасно отработаете никогда не попадете вот в этот неприятный комка капкан вилки штопор и глубокая спираль будем летать безопасно друзья мы будем снимать такие спонтанные ролики и дальше вот нечаянно вот задал ученик отличный вопрос и вот на том что я ему все показывал вдруг родился такой как это когда бомба контент огонь как у нас обычно да ну ты счастлив посмотри в камеру да я добился короче чтобы вы все крутили вертели земле в иллюминаторе я надеюсь вам понравилось если вам понравилось вы знаете что делать а что делать смотрите канал мечту летать и будем мечтать летать и вообще канал о позитивных полетах может быть немножко не стандартных но бесконечно позитивных и наш девиз погода бомба контент огонь а даже 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 принцесса обрадовалась этому посмотрите что творится и поднеслась нелегкая надо волну и на 5800 метров до новых встреч забираю управление и переходи в глубокую спираль теперь твоя очередь тренировать ее